друзья всем привет находитесь на канале автоподбор 25 сегодня речь пойдет о данных автомобилях такие рабочие бюджетные лошадки кстати ребят посмотрите видео предыдущие там указано там рассказано как проверяется автомобиль что проверяется чем проверяется потому что несмотря на то то что видео вышло все равно поступает поступает очень много вопросов и так значит что же это такое за рабочие автомобили у нас есть с вами mazda бонга есть с вами nissan ванет к сожалению ван это на данной стоянке нет но nissan ванет mazda бонга это полностью одинаковые автомобили люди когда покупают такие автомобили они берут куда-то может для бизнеса может для многие берут в семью там на дачу ездить в деревню ездить просто как 2 там 3 автомобиль в семье вот есть у нас mazda бонга nissan ванет и если у нас nissan nv200 nv200 это отдельная тема для разговора да они ценовой категории примерно одинаковые вот поэтому к nissan nv200 мы еще вернемся есть аналог до nissan nv200 и делика d3 вот просто для примера для сравнения вот он стоит ванет кстати ван это они идут только переднеприводный если мне не изменяет память 4 воды пошли автомобили с 2018 года естественно не различаются по внешнему виду по мне так ванет нвшка она смотрится знаете как то но если честно если честно посимпатичнее но конечно здесь она уступает то что нет 4 4 воды данный автомобиль 2014 года выпуска мотора у них идут 16 у бонг с ванетами 181 и 6 автомат пробег 115 тысяч они есть разные по комплектации в плане форточки есть даже пассажирские автомобили но пассажирские это редкости и цена на пассажирские очень очень большая будет ладно давайте вернемся с вами бонгом и так это был поиск автомобиль ну хотя в принципе про пояс смысла рассказывать да будем рассказывать про автомобили есть автомобили с высокой с низкой крышей есть автомобили с высокой крышей чтобы было понимание вот он стоит низкая крыша вот стоит автомобиль с высокой крышей мне нравится то что у них идет плоская крыша сверху и можно установить очень огромный багажник представляете да сколько груза вы можете перевести в салоне автомобиля и сколько груза вы еще можете закрепить на крыше в автомобиле так ну ладно с низкой крыши открывать не будем откроем с высокой крыши потому что он у нас он у нас в принципе уже идет открытый данный кузов он выпускается с 99 года в 2020 году конечно он поменялся он стал знаете более похож на на этот на летайсики итак давайте начнем снизу снизу у нас идет идут рессоры идет у нас мост вот они рессоры вот мост данные автомобиля кстати вот найти автомобиль в таком состоянии по низу довольно таки не просто привод идет у автомобиля есть задний привод есть привод 4 воды двигатель идет 18 по моему 102 лошадиные силы трансмиссия идет либо автомат либо механика вот еще раз внешний вид никаких никакому литья речи быть не может ни разу не встречал автомобиль который приходил на литье все приходят на штамповках смотрите есть автомобили где есть форточки есть где нет форточек по количеству мест 22 по моему 4 и 6 мест сзади лавка лавка она у нас складывается так ну ладно потом потом я сложу размеры кузова размеры кузова взял с собой рулеточку обязательно поснимаю размеры салон идет переднее сидение обычной дермантиновые вот здесь они протираются пол не как он там ковровом покрытии речи быть не может резина двигатель находится под передним сидением двигатель цепной принципе особых нареканий по мотору поэтому нет меняйте во время масло меняйте во время расходники все вас будет с двигателем хорошо то место чувствую себя удобно комфортно да именно как именно как водитель привет вот со стороны пассажира принципе тоже пассажир себя чувствовать будет довольно довольно неплохо головой что я что пассажир биться мы не будем здесь у нас идет все по стандарту и ручки удобно держаться колоннах дверных картах нету есть в торпеда торпеда пластик идет мягкий здесь управление не управления все показания середины пожалуйста перед нами пробег спидометр тахометр температура двигателя есть корректор фар ну и вот это я это могу назвать такое знаете полуклимат сюда можно поставить установить неплохую в принципе магнитолу автомобиль привезен на юрлицо поэтому пакет документов имеется договор имеется кланас имеется сама раздатка ручник два подстаканника знаете многие многие говорят тут что-то там про подстаканник и не про подстаканник и говоришь знаете это как бы вот казалось бы мелочь да фигня какая-то но по факту это довольно таки полезная удобная штука в автомобиле вот если он находится вот здесь посередине это удобно а если будет находиться где-нибудь там дверной карте то это нихрена неудобно будет извиняюсь за выражение вот так ну что по передней части в принципе все вот это поручен да он убирается есть разделение переднего ряда со вторым рядом это тоже тоже очень удобно так сейчас разложу заднее сидение никаком там бесключен доступе здесь речи быть конечно не может значит складываются не вот таким вот образом ну и здесь они здесь они крепятся так давайте попробуем померить куда я уже делаю лет с размерами могу конечно я немного ошибиться да потому что должны понимать то что как бы не очень удобно то делать это дело смотрите расстоит ширина кузова да вот в этом месте сто сорок пять один метр сорок пять сантиметров высота от середины один метр где-то один метр тридцать два сантиметра согласитесь неплохо да проем двери у нас от края вот вот так до сюда вода сто семь сантиметров то есть тоже в принципе в принципе неплохо и знаете что очень удобно то что двери с обоих сторон распашные я уже говорил то что есть с одной стороны нот когда с двух сторон это реально очень очень удобно кстати вот здесь не заезжу такой вот пенальчик да там прячется домкрат и все остальное высота проема задней двери от середины до низа сто двадцать восемь сантиметров ну примерно чтобы было немного понимания да как это все выглядит вот значит ну пока мы здесь по задней частью арки смотрите машины приходят вот большинство автомобиля приходит в таком состоянии если у вас здесь идеальный порядок нет царапин это говорит о том то что здесь машина у вас подкрасилась то есть в этом есть некий плюс есть конечно и минус многие хотят увидеть такое состояние в каком автомобиль пришел с японии а многие не хотят ничего делать тому хотя чтобы было так дверная карта сзади кстати шумоизоляции здесь в принципе ну можно сказать практически никакой не туда видите кузов там цельный металл один металл идет вот здесь можно закрыться изнутри принципе все есть обогрев заднего стекла сейчас померяем ширину так ну сам проем смотрите вот он снизу идет на расширение до серединки до верху идет на сужение в самое широкое место это 130 сантиметров по верху по верху это уже сто семь сантиметров и по низу это порядка 110 сантиметров но ребят я напоминаю то есть я один да я могу немножко что-то неправильно указать посчитать плюс минус там два три сантиметра длина автомобиля длина не автомобиля а именно кузова при сложенном сиденье длина конечно она впечатляет смотрите два метра 224 сантиметра то есть это полноценный такой мини грузовичок мини палатки на отдых смело вот два человека да какой два человека то есть раз два три человека смело здесь могут поместиться да там троим будет тесновато но тем не менее это неплохо вот это смотрите сиденье у нас поднято сейчас ставим сиденье обратно и замеряем но тоже смотрите здесь можно несколько замера сделать да от спинки вот вверх это получается 140 сантиметров можно сделать замер вот там доски до какие-то возить от самого низа это уже 151 сантиметр можно сделать вот отсюда во замер это уже 120 127 сантиметров вот но все равно да согласитесь согласитесь впечатляет так кто-то просил сделать замеры замеры вот именно по арочкам вот здесь смотрите между арками 100 ровно 110 сантиметров так ну наверное все таки вот здесь кузов еще сделаем могу и на камеру снять то есть вот отсюда до сюда 150 сантиметров вот блин знаете просите тоже такие замеры делать но как бы ладно мне в принципе это не сложно сделать значит от пола от земли до бампера 38 сантиметров до запаски где-то 20 так 27 сантиметров до запаски свес до нижнего бампера до нижнего бампера до переднего бампера 47 сантиметров знаете многие думают то что вот это клиренс это не клиренс клиренс кстати на автомобилях на этих вот 140 до по моему до 190 и клиренс он меряется по самой нижней точке в автомобиле так расстояние до сидения 41 сантиметр в принципе тоже неплохо аккумулятор аккумулятор прячется у нас кстати вот здесь вот такие вот защелочки очень удобно аккумулятор спрятался за водительским сидением и вот образом кстати водительское сидение она двигается вперед назад и немного регулируется наклона габариты самого автомобиля значит длина автомобиля 4 метра 285 ширина автомобиля 1 630 и высота 1 850 но смотрите это тоже они такие основные допустим вот этот автомобиль я вчера мерил он по высоте идет два метра попросили по мере чтобы он зашли заходил гараж два метра то есть от пола до крыши я это общее назвал потому что есть низкой крыши есть высокой крышей автомобиля так ну что еще хотелось бы добавить внешний вид понятно как такового капота здесь нету до крыльев тоже это щечки у нас идут больные места этих автомобилей это конечно же пороги это арки это низ автомобиля то есть они приходят они такие ржавенькие поэтому найти автомобиль вот в таком состоянии я по моему еще не встречал да безусловно здесь есть какие-то там вот мелкие рыжики да но состояние по низу меня прямо впечатлило если честно данного автомобиля также ребят есть еще бонги монетики вот такого плана грузовички на раме рессоры с кузовом борта откидные много есть модификации но их тоже их очень мало давайте немного по ценам бонга четырнадцатый год семьсот восемьдесят пять тысяч есть вот такой тентован и с каркасом двухскатник четырнадцатый год механика 825 тысяч еще один четырнадцатый год семьсот восемьдесят пять тысяч и еще один вот кстати ван этих стоит ван и четырнадцатый год автомат высота тента два метра от пола 827 тысяч рублей ну ладно возвращаемся к нашему автомобиля пойдем посмотрим на двигатель ну и посмотрим как он ведет себя по дороге стоимость таких автомобилей нормальный автомобиль с пробегом сто сто пятьдесят тысяч будет стоить где-то наверное короче говоря нормальный автомобиль будет стоить от 800 820 тысяч здесь у нас вот такого плана защелочки у нас поднимаются собственно вот он сам двигатель да как бы не особо удобный доступ двигателя но куда его спрятать капот что ли приделать двигатель двигатель как двигателя друзья может быть что-то где-то забыл что-то где-то упустил потому что когда вот планирую что-то снимать все равно в процессе съемки начинаешь путаться немного и может что-то подзабыть поэтому если что-то не снял кому-то какие-то размеры то обязательно обязательно это сделаем давайте вернемся немного к салону автоматические стеклоподъемники блокировка блокировка ручник где положено про ручники по моему говорил посадка высокая все четко ясно удобно доступно бензина правда мало в автомобиле раздатка то сейчас автомобиль он задний привод можно включить у нас раздатку раздатка включается все очень просто все автомобиль у нас вот она подключилась автомобиль у нас стал 4 воды также можно естественно ее выключить но в основном конечно ездит на ездит на заднем приводе в целях в целях экономии бензина корректор фар говорил стеклоподъемники ну в принципе в принципе наверное все сейчас поедем едем сейчас по авторынку вы знаете в принципе в принципе неплохо в плане да безусловно есть какая-то такая вот некая тряска но терпимо мне нравится обзорность ты едешь перед тобой пожалуйста вот она перед тобой морда и вообще все видно четко ясно удобно мне нравится зеркала заднего вида то есть тоже достаточно такие информативные я лучше съеду панель передо мной она никуда не убегает не смещено ни влево ни вправо то есть все очень удобно ясно но опять же это зависит от каждого человека я раньше когда ездил на таких автомобилях мне казалось то что еду как знаете за рулем троллейбуса руль такой огромный как то вот он ну нестандартно расположен в данный момент я еду в данный момент никакие знаете неудобств мне не доставляет единственное единственное что я хочу добавить наверное все таки по месту до в данном автомобиле вот левая нога левая коленка все вообще отлично но правая коленка у меня вот она уперлась в дверную карту и все по мне так опять же ребят это лично мое мнение возможно возможно на дальнее расстояние ну будет как-то как-то неудобно вот но это тоже зависит все человека как он как он ездит подвесочка отрабатывает нормально по шумоизоляции да я уже об этом говорил то что шумки здесь практически нету да слышно как бы улицу улицу слышно от этого никуда не деться но тем не менее мы покупаем автомобиль не премиум класса дамы покупаем бюджетный рабочий автомобиль кстати к слову о бюджетном автомобиле предвидя комментарии комментарии будут ой да у вас там ваш япанский хлам там по 800 тысяч пробежный кому он нафиг нужно ребята ну приведите мне пример какого-нибудь какого-нибудь европейского автомобиля до задний привод вот блин что-то на грунтовку чуть вышли газ куда все задний привод сразу буксовать начинают ну что можно купить до приводили но ну давайте приведите там это же не знаю что что у вас там есть не то что у вас да и у европейцев скажем так приведите мне пример такого автомобиля который 200000 допустим который пройдет 200000 и туда не надо будет лазить не в двигатель не в коробку не в автомат просто меняем масло меня фильтра все вот почему людей сложилось такое впечатление то что автомобили с пробегом 100000 все это полный хлам да потому что европейские автомобили проходят 100 тысяч и все потом капиталка двигателя и все остальное друзья на японских автомобилях такого нет но нет такого японцы все-таки они знаете не дураки вот едем в транспортную компанию сейчас узнаем что там по очереди кстати опять же что касается транспорт компании да там огромную очередь вот я отсюда езжу еду 1 2 3 4 на штуке 4 автовоза я уже вижу вот и тоже с транспортными компаниями будьте поосторожнее в плане потому что цена одна по моему вчера мне сказали вчера мне сказали до краснодара что ли там берут 60 тысяч рублей но в связи то что сейчас образовалась огромная очередь давайте платите нам 80 тысяч рублей но это конечно нет и транспортной компании касается это вообще вот со слов до подписчика поэтому тоже повнимательнее здесь будьте с транспортными вот ладно сейчас уже до транспортной доедем покажу что у нас там происходит почему очереди да потому что потому что многие любят правый руль и правый руль покупает с каждым годом все больше больше еще раз больше вот почему кто-то там вот начинает говорить я вот ну и у себя на канале замечал и у многих у других ой да хана там скоро вашему правому рулю ребят ну который год вы уже говорите об этом хана 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 я вот лучше качественнее функциональные японских автомобилей я реально я не встречался да я не ездил на других автомобилях спор спорить не буду но отзывов было много вот процесс идет машины грузятся поэтому транспортная компания привет они как там говорят вата не пиная до или все все работает вот таким вот образом грузится автомобили кстати надо наверное снять как нибудь видео да именно как происходит погрузка автомобиля как они грузятся как они тут распираются какие автовозы сколько автомобилей влазит 1 2 3 4 5 6 7 8 на данный автомобиль влезло 8 автовозов так ребят но на сегодня будем заканчивать всех всегда благодарю в конце видео всем спасибо кто досмотрел до конца не забудь подписаться не забудь обязательно поставить вот этот палец вверх вот до новых встреч всем пока